Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы продолжаем наши беседы на библейском портале экзегет по книге Откровения Иоанна Богослова. И мы сегодня будем читать одиннадцатую главу этой книги. Начало этой главы мы читали уже в прошлый раз. Но я вновь прочитаю эти слова. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, Встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи, и не измеряй его, Ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город сорок два месяца». И мы говорили о том, что в толковании святых отцов Гонения на народ Божий будут не только в городе Иерусалиме, На том месте, где некогда был храм, Но будут гонения против всех церквей Божьих, По всей вселенной, Когда каждая христианская церковь будет подвергнута преследованию, То, что мы сейчас уже наблюдаем на Ближнем Востоке. И теперь мы читаем с третьего стиха и ниже О двух свидетелях. Этими свидетелями истинами являются два Божьих пророка, Енох и Илья, которые живьем были взяты на небо. Енох жил в допотопном мире, И сказано в книге «Пытия», Что ходил Енох пред Богом, И не стало его, потому что Бог взял его к себе. То есть не говорится о смерти этого человека, Он живьем был восхищен на небеса. И другой верный свидетель Божий, Это уже представитель нашего мира, Енох представитель допотопного мира, А представитель посепотопного мира – Это пророк Илья, Который в вихре огненной колесницы Был взят на небеса. И Иоанн Богослов пишет «И дам двум свидетелям моим, И они будут пророчествовать 1260 дней, Будучи обличены во вретище». То есть повествование идет В пророческом формате От имени Христа. И вот это время Они будут пророчествовать, Это три с половиной года, Это царство Антихриста, Одетые во вретище, Это означает, Что во дне Антихриста Все христиане будут В крайне затруднительном Социальном положении, Ибо вретище обычно Одевают очень бедные люди, Нищие. Но эти два верных свидетеля, Они бесстрашно Будут обличать Антихриста. Причем Божий пророк Енох Будет проповедовать Всем народам Правду Божию О том, что Антихрист Это Антихрист, А истинный Христос Приближается В своем втором пришествии, А пророк Илья Придет исключительно К представителям Еврейского народа, Потому что у пророка Малахи Так и сказано, Что он придет, Чтобы обратить Сердца детей К отцам, То есть к вере Авраам, Исаак и Якова, И сердца отцов К детям, Чтобы Авраам, Исаак и Яков Возрадовали за свое потомство, Которое уверует В истинного Христа Спасителя. И дам двум свидетелям моим, И они будут пророчествовать 1260 дней, Будучи обличены Во вретище. Это суть Две маслины И два светильника, Стоящие Перед Богом Земли. И хотя в апокалипсисе Они не называются Прямо Енохом И Ильею, В комментариях Святых Отцов Мы это находим И у Андрея Кесарийского, И у других Они распознаются Именно таким образом. И если кто захочет Их обидеть, То огонь выйдет Из уст их И пожрет Врагов Их. Вот здесь как бы Некий такой намек На пророка Илью, Потому что когда Царь Нечестивый Посылал Отряды воинов Взять его в плен, Илья только говорил Слово, И огонь с неба Попалял этих Людей. То есть Распознать Мы можем Этих Пророков Божьих По этим Косвенным Указаниям. Если Кто захочет Их обидеть, Тому надлежит Быть убиту. Они будут Проповедовать Самые тяжелые Времена, Когда Проповедь Будет запрещена. И только При особым Божьем Содействия, В том числе Архангела Божия Михаила, Их проповедь Сможет Совершаться. О том, Что Архангел Михаил Вступится В великую Последнюю Брань, Об этом Мы читаем В книге Пророка Даниила И восстанет В то время Михаил Князь Великий Стоящий За сынов Народа Божия Имеются В виду Времена Как Пророк Даниил Пишет Тяжкие Каких Не было От Сотворения Мира Они Имеют Власть Затворить Небо И мы Действительно Знаем Что Илья Помолился И небо Было Затворено Чтобы Не шел Дождь На землю Во дни Пророчествования Их И имеют Власть Над водами Превращать Их В кровь И поражать Землю Всякой Язвою Когда Только Захотят Кстати Пророк Енох Он предсказал Всемирный Потоп Как Проявление Гнева Божия И В сохранившейся Псевдо Апокрифической Книги Еноха Мы находим Эти Пророчества Но для нас Наиболее важно То, что На пророчества Еноха Ссылается Апостол Июда В своем Послании Где он Пишет Что Пророчествовал О гибнущих Поколениях Допотопных И Енох И Дается Ссылка На его Книгу Они Имеют Власть Затворить Небо Чтобы Не шел Дождь На землю В одни Пророчествования Их И имеют Власть Над водами Превращать Их В кровь То есть Делать Воды Водами Гнева И поражать Землю Всякой Язвой Когда Только Захотят То есть Уже будут Ити Суды Божии Мы подробно С вами Их Разбирали С помощью Древних Святых Отцов Теперь Мы Говорим Уже О тех Сюжетных Линиях Которые Содержатся В книге Откровения Анна Богослова И И когда Кончут Они Свидетельство Свое Зверь Выходящий Из Бездны Сразится С ними И победит Их И убьет Их Зверь Это Антихрист Но Антихрист Это не только Последний Антихрист Это и первый Антихрист Который Был императором Нероном И во дни Императора Нерона Противостояли Ему Двое Одетые Во вретище Это Первоверховные Апостолы Петр и Павел И Иоанн Богослов Так и пишет Антихрист Придет Последний Антихрист И сейчас Уже Много Антихристов Всякий Дух Неисповедующий Иисус Христа Пришедший Во плоти Есть Дух Антихриста И Святыцы Допускали Самые разные Столкования Имея ввиду Все-таки И Последнее Объяснение Именно По поводу Иноха И Ильи Которые Придут Обличить Последнего Антихриста Как Первоверховные Апостолы Петр и Павел В Риме Они Обличали Зловерие Нерона Его Безнравственности Были За это Казнены И Когда Кончут Они Свидетельство Своё Зверь Выходящий Из бездны Сразиться С ними И победит Их И убьёт Их И мы Действительно Знаем Что Император Нерон Он даст Приказ Точнее В своё время Отдал приказ И Апостол Пётр Был распят На кресте Вниз Головою Потому что Почитал себя Быть недостойным Распят Как Его Божественный Учитель А Павел Будет Усечён Мечом В голову Зверь Зверь Выходит Из бездны Но Также Он Выходит По Апокалипсису Из моря Море Это Мир Людей Мы Видели С вами Толкование Примасия И Других Древнехристианских Экзегетов Которые Описывают Народы И Состояние Как Метущееся Море Почему Как Метущееся Подвижное Море Потому что Настроение Народов Толпы Всё это Очень и Очень Даже Переменчиво Итак Последний Антихрист Погубит Пророков Умертвит Еноха Илью Убьёт Их И трупы Их Оставит На улице Великого Города Великий Город В нашем Христианском Понимании Это Конечно же Иерусалим А вот В понимании Христиан Того времени Это Рим Где Были Казнены Первоверховные Апостолы Таким образом Мы видим Что история Церкви Она как бы Перекликается Как говорил Премудрый Соломон Если вам Говорят Вот Что-то Новое Не верьте На самом деле Это Забытые Старые Но почему же Здесь О Иерусалиме Сказано Который Духовно Ниже сказано Мы прочитали Что это Великий город Который Духовно Называется Содомом И Египет Где И Господь Наш Распят Да У нас нет Оснований Предполагать Что Господь Распят Где-то Еще Распят Действительно В Иерусалиме Но почему же Иерусалим Последних времен Сравнивается С Содомом И с Египтом Потому что Современный Иерусалим Он Настолько Далеко Ушел От Набожности Первого Века И в Тель-Авиве И в Иерусалиме Проводят Гей-парады Открыто И по улицам Святого города Ходят Извращенцы И не так давно Мисс Красавица Израиля Это Израильский Молодой юноша Солдат Израильской Армии Трансвестит Он занял там Первое Место Как олицетворении Красоты Еврейского Народа Но в нашем Христианском Понимании Красота Еврейского Народа Это Красота Авраама Исаака Иякова Это Красота Иосифа Прекрасного Это Красота Сыновей Иакова Пророков Это Красота Девы Марии И самого Христа Который По плоти Был Потомком Прекрасного Царя Давида Есть как бы Два Израиля Современный Израиль И библейский Израиль И два Иерусалима Иерусалим Древних Времен И современный Иерусалим Который Называется Содомом И Египтом Где и Господь Наш Распят Но мы Ожидаем Еще и Третий Иерусалим Как город Сходящий От Бога С неба О котором Рассказывается В книге Откровения Иоанна Богослова Но почему Иерусалим Сравнивается С Египтом Очень Распространен Оккультизм В современном Израильском Обществе Это вера В перевоплощение Это Как Сами Иудеи Говорят Об этом Это Наша Как бы Они говорят Еврейская Чернуха Это Кабала Вера Всякие Заклинания Кабалистические Какие-то Магические Действия И так далее Когда Человек Спасается Не стремлением Исполнять Божий закон Не нравственными Качествами В соответствии С волей Бога По его Заповедям А какими-то Рассуждениями Там Чертением Геометрических Фигур Произнесением Заклинаний Там Использование Талисманов Все то Что в древности Считалось Авадазара Чуждое Служение Служение Ложным Богам А точнее Тем Бесам Косматам Которые Скрываются За Всякими Этими Культами И многие Из народов И колен И языков Читаем мы далее И племен Будут смотреть На трупы Их Три дня С половиной Вот это Очень непонятный Текст С точки зрения Времени Его написания Как это Многие народы Колены Языки И племена Будут смотреть На трупы Их Три Дня С половиной Если Это не будет Телевизионная Трансляция Скорее всего Антихрист Действительно Захочет Чтобы Весь мир Видел Что вот Он их Убил И они Не воскреснут И они Разложатся На земле Под Ярким Жарким Солнцем И все Убедятся Что Книга Апокалипсис Не верна И будет Трансляция Потому что Не могут Народы Колены Языки Племена Три дня Смотреть На участок Иерусалима Где Мертвые Два Пророка Лежат На земле Если Это не Какая-то Трансляция Которая Будет Осуществляться Как вещание По всему Миру И мы Читаем Что Антихрист И его Слуги Не позволят Положить Трупы Их Во гробы То есть Специально Будут вести Эту трансляцию Чтобы Показать Что Апокалипсис Иоанна Богослова Он как бы Не исполняется И Живущие На земле Будут Радоваться Сему И Веселиться И Пошлет Дары Друг Другу Потому Что Два Пророка Сеи Мучили Живущих На земле Имеется Ввиду Всякие Правительственные Делегации Которые Будут Очень крайне Довольны То что Поймали Этих Пророков Их Наверное Будут Называть Террористами Смутьянами Как Сейчас Принято Использовать Какие-то Такие Шаблоны Злодеями Объявят Крайними Злодеями И Когда Их смерть Будет Для всех Очевидна То начнут Поздравлять Друг друга Обмениваться Поздравительными Приветственными Телеграммами Адресами Как Как Это Принято По Правилам Современной Дипломатии Но После Трех Дней С Половиной Вошел В них Дух Жизни От Бога И Они Оба Стали На ноги Свои И Великий Страх Напал На тех Которые Смотрели На них То есть Цель Этой Трансляции Будет Заключаться В том Чтобы показать Вот Они убиты И они уже Не восстанут Вот Скоро Начнется Разложение Их тел Уже Три с половиной Дня Как бы Четвертый День Пошел Но Вдруг Весь мир Вся земля Увидит Как Дух Божий Коснется Этих Двух Пророков Этих Свидетелей Верных И они Восстанут И это Будет Великое Постыржение Всем тем Которые Исповедовали Идеологию Антихриста Сына Дьявола Которые Принадлежали К разным Антицерковным Оккультным Организациям И Услышали Они С неба Громкий Голос Эти два Пророка Услышат Голос И люди Будут Слышать Этот Голос Говоривший Им То есть Прежде всего Им Взойдите Сюда И они Взошли На небо На облаке И Смотрели На них Враги Их То есть Трансляцию Не смогут Даже Остановить Наверное Много Будет Разных Там Групп Телевизионных Вести Эту Трансляцию И Враги Будут Видеть И Как Они Воскреснут И Услышат Голос С небес И Как Облако Спустится И Как Они Взойдут На это Облако И Поднимутся На Небеса В В тот Час Произошло Великое Землетрясение И Десятая Часть Города Пала И Погибло При Землетрясении Семь Тысяч Имен Человеческих И Прочие Объяты Были Страхом И Воздали Славу Богу Небесному Здесь Так Немножко Странно Для Русского Уха Сказано Семь Тысяч Имен Человеческих Пали Имеется Ввиду Что Человеческое Достоинство Будет Обесценено В тех Людях Которые Будут Наказаны И Обратите Внимание Здесь Уже Землетрясение Страшное В Иерусалиме В Святом Городе После Того Как Пророки И Илья На Облаке Возносятся На Небеса И В тот же час Произошло Великое Землетрясение Десятая Часть Города Пала И погибло При Землетрясении Семь Тысяч Имен Человеческих И Прочие Объяты Были Страхом И Воздали Славу Богу Небесному Оказывается Не только Те Слова Которые Говорили Эти Пророки Иноха Илья Обращали Людей К Богу Но Их Чудесное Воскресение Тоже Обратит Многих К Богу Уже В планетарном Масштабе И Люди Будут Воздавать Славу Богу Небесному Что Его Откровение Его Книга Библия От начала До конца От книги Бытия До апокалипсиса Это Истинное Слово Божие Правда В те времена Найти Библию Будет Крайне Затруднительно Второе Горе Прошло Вот Это Землетрясение Вот Идет Скоро Третье Горе И Седьмой Ангел Вострубил Вот Здесь Мы опять Видим То О чем Мы читали В подробных Комментариях Древних Отцов Как Вострубил Первый Ангел Второй Третий Четвертый А Седьмой Это Как Бы Завершающий Процесс И Седьмой Ангел Вострубил И Раздались На небе Громкие Голоса Говорящие Царство Мира Которое В настоящее время Принадлежит Дьяволу И его Сыну Антихристу Соделалось Царством Господа нашего Иисуса Христа Соделалось Царством Господа Нашего И Христа Его И будет Царствовать Во веки Веков Вот так Дословно И 24 старца Сидящие Пред Богом На престолах Своих Пали На лица Свои И поклонились Богу То есть Как бы Происходит Завершение Человеческой Истории Триумфом Уничтожения Власти Антихриста Воскрешение Умерших Пророков Это Сигнал Начала Конца Для всей Лукавой Системы Вещей И вот 24 старца Сидящие Пред Богом На престолах Они Восклицают Говоря Благодарим Тебя Господи Божий Вседержителю Который Который Еси То есть Есть И был И грядешь Что ты Принял Силу Твою Великую И воцарился И Расперепели Язычники И пришел Гнев Твой И Время Судить Мертвых И дать Возмездие Рабам Твоим Пророкам И святым Боящимся Имени Твоего Малым И великим И погубить Губивших Землю Вот это Последнее Пророчество Очень интересное Бог Накажет Тех Которые Губят Землю Земля Планета На которой Мы живем Это Божий Дом Для нас Для нашего Существования Но экологический Кризис По вине Человека Поставил Вообще На грани Уничтожения Жизнь на Земле И Бог Придет Чтобы Отомстить За пророков И в том Числе Он придет И затем Чтобы Наказать Губивших Землю Погубить Губивших Землю Как мы Здесь Прочитали И окончание Этой главы И отверстия Храм Божий На небе То есть Бог Начинает Действовать Уже С открытием Своего Лика В обычной Жизни Бог Скрывает Своё Присутствие Действует Как бы С сокрытием Своего Лика А здесь Отверстия Храм Божий На небе По Истолкованию Отцов Это Крест Господень Животворящий Лик Самого Христа И явился Ковчег Завета Его В храме Его Вот Поиск Ковчега Для евреев Это загадка До сих пор И Произошли Молния И голоса И громы И землетрясения И Великий Град И вот Здесь Как же не Обратить Внимание На то Что Те Казни Которые Будут На Последний Мир И на Иерусалим В последней Фазе Его земного Существования Эти Казни Напоминают Казни Египетские Можно Прямые Параллели Проводить С Десятью Египетскими Казнями Потому Что Мир И Уподобился Египту Как мы Прочитали Даже Иерусалим Будет Подобен И Содому И Египту И мир Разделит Участь Содома Как апостол Петр Пишет Мир Сгорит В огне А вот Эти Казни Которые Будут Пришествовать Огнер Магеддона Они Как бы Будут Повторять Египетские Казни Которые Обрушатся Народ Человеческий За Неведение Бога За Язычество Окультизм И Долопоклонство Окультизм Окультизм Окультизм